Ко мне подошел один бензесмен в Москве. Олег Геннадьевич говорит, у меня все есть. Ну знаете, но вы русские, у меня все есть. Даже то, что вам не снилось. Это такие шутки про новых русских. Вот. Но говорит, что-то счастья нет. Это как раз об этом. А в страсти счастья же не бывает. Да, человек осознание направлено наружу. Счастья не может быть, потому что счастье означает. Внутренняя жизнь. Садиться и желать другим счастья. Прощать, просить прощения. Принять близкого человека в свою жизнь. Совершать аскезы, принимать его характер. Это тяжелый труд, мои хорошие. Тяжелый труд. И потом какой результат? Благодарность. Три стадии любви. Запишите. Благостных людей. Страстные люди не способны на это. У них нет ни времени, ни сил на любовь. А без любви жить вместе невозможно. Поэтому страстные люди максимум живут 15 лет вместе. Невежные. Я говорю потолок. Обычно невежные люди 3 года, максимум 7. Страстные люди обычно живут вместе 7-8. Иногда 15. Благостные всю жизнь. Иногда благостных людей разрушается семья из-за влияния судьбы очень тяжелой, с прошлой жизни. Но чаще всего сохраняется семья и становится все лучше и лучше отношения. Благостная жизнь означает, мы вкладываем в отношения, вкладываем друг друга. Первая стадия принятия, все принять, характер, условия жизни, все, что близкого человека есть, этот Бог мне дал по судьбе. Мне так положено, я больше ничего не достоин. Вот что есть, то есть. Это сложно понять. Нет, я достоин большего. Почему я не достоин? Я еще молодая, у меня все впереди. Я могу этого бросить, 5 найду лучше. На меня все смотрят. Можешь мечтать о чем угодно. Человек получает всегда только то, что он достоин получить. Все. Больше ничего не будет в жизни. Принятие самый сложный этап, первый. Принятие означает служить близкому человеку. Как можно принять? Смотрите, принятие-то не означает обляпаться грязью, которая исходит от близкого человека. И всю эту грязь на себе принять. Ну, все, я обляпал, тебя обзывает, не любит там, ведет себя как хочет, да и все, принял, все, грязненьким стал. Означает первая стадия любви. Нет. Первая стадия любви – это не унижение. Не унижение. Первая стадия любви означает, что ты в молитве прощаешь, вот это и говоришь. Это моя судьба. Он так себя ведет, потому что мне так положено, я в прошлом такое заслужил, понимаете, это на основе знания принятия приходит. А я вам говорю, что это даже чувствую, когда что-то близкий человек мне не так делает, я даже чувствую, откуда это пришло с прошлого. Я эти законы все как бы начинаю воспринимать и вам передаю. Мне становится спокойно. Раз человек знает, что так должно быть, ему становится спокойно. Думает, хорошо, Бог меня воспитывает, это супер. А если не принимаешь, значит не хватает молитвы в жизни. Всегда, если вы говорите, а я не могу принять близкого человека. Судьбу не принимаешь. Означает близкого человека. Мы все бунтуем перед Богом. Одни бунтуют, говорят, у меня работы нет хорошей, это бунт. Какой Бог дал и хорошо, прими. Будет лучше тогда, если примешь. Второй говорит, мне мужа плохого дали, давайте лучше, это бунт перед Богом. Бог дал такого, вот это твоя судьба, твой крест, прими его. Мне говорят, что вот по этой вот дороге, где шел Иисус Христос, мы шли там. Говорит, тоже люди некоторые берут крест и несут до того места, где его распяли. Я говорю, ну это просто как бы, ну это демоверсия, говорю. То есть это игра в это во всем. Почему игра? Я говорю, ну потому что надо сделать то же самое. Если ты как бы не играешь в это, а этим живешь, ну тогда иди пускай тебя тоже, и ты это пожертвуй. Ведь многих там распинали, но осталась слава только об одной личности. Потому что она это сделала на благо всех. И по своей доброй воле, понимаете? Вот в чем заключается изюминка-то. Еще надо уметь себя отдать другим. Можно погибнуть, и что от этого меняется? Попробуй свою боль отдать всему человечеству. Вот в чем заключается трудность. Это надо на это еще милость иметь, и силу, и полномочия, и так далее. Нет, пока нельзя. Видите, какие вы стали смиренные и послушные. Ведь я никого не трогал. Задавали мне, а сейчас сидят и слушают, не задают вопрос. Почему? Потому что так действует любовь. Уважение начинает проявляться в отношениях. И говорю, нельзя на раз. И штетка, да, можно. Любовь. Так действует энергия любви. Мы не принимаем, означает, будет хуже. Когда люди не принимают, это как конденсатор. Накапливается, накапливается. Бабам, пробило все, разрушилось. Или скандал. Пошли ругаться друг на друга. Страшная вещь. Принятие нужно только... Нет сил принимать. Олегин говорит, а нет сил принимать. Я не могу терпеть это все. Конечно, нет сил. Мы проводники. Мы не источники энергии. Во что верите-то в свои силы? Как молодые мы были. Как искренне любили. Как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли. Уже не пять лет жизни. И всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Как верили в себя. Я не являюсь источником энергии. Если у меня нет силы, я не могу так больше жить. Хорошо. Значит, тебе не хватает времени. Не на работу, не на семью, а на молитву. И ты не знаешь, что такое молитва. Молитва означает связь. Слушай голос того, кто связан. Верь в него и повторяй сам. Во время этого повторения его вера передастся тебе. Вера — это как аромат. От одного человека передается к другому. Веру не выхватишь просто из воздуха. Она должна передаваться. От кого-то. Вера в Священное Писание тоже передается, как аромат от одного человека к другому. Потому что в Священное Писание Господь оживает через Личность. Больше того, Священное Писание является воплощением Бога. Это скрытое тайное воплощение Бога. Мало кто знает об этом. И Слово Священного Писания оживает в словах того, кому позволено Бога в Священном Писании видеть. Поэтому люди некоторой молитвой достигают отношений с Богом, а другие видят Бога в Священных Писаниях и, читая их, достигают Бога. А некоторые поклоняются Священным Писаниям. Я это видел. Рядом со стеной плача есть такая арочка, туда заходишь, и там поклоняются Священным Писаниям. И достигают отношений с Богом через это. И сила во всех этих местах приносит счастье во всех направлениях. Эта сила отличается тем, что она счастье дает туда, где тебе надо, а не где ты хочешь. Потому что, может быть, тебе надо вылечиться, у тебя там болезнь мертельная развивается, ты хочешь машину. Когда ты к Богу приходишь, как один святой человек вспомнил сейчас. один святой человек, я не помню, кто, Тулиан Иоанн Чудотворец, я не помню, кто-то из православных или из христианских таких святых. Он был сапожником до своей духовной практики, но он был уже избранным человеком, духовно сильным очень, с прошлой жизни. И он как бы пришел, купец к нему, говорит, сделай сапоги, чтобы я никогда не сносил. Ему смешно стало, он начал смеяться. Он говорит, что смеешься, сапоги делай. Он говорит, хорошо. И начал делать сапоги. Тут ему заплатил. А он увидел, что он завтра должен оставить тело, уйти из мира. Понятно, что он эти сапоги никогда не сносит. Все смешно стало. Ну, что сделаю, конечно, я тебе такие сапоги. Нет проблем. Понимаете, о чем я говорю или нет? Я говорю сейчас от отношений с Богом. Если у вас есть возможность силой наполниться, тогда вы примете мужа и на первую стадию отношений выйдете. Или жену. Означает, первая стадия любви, означает что? Спокойствие в доме. Можно вместе жить. Я с работы иду, мне хорошо, потому что там руганий не будет никакой. Мы успокоились, нам нормально жить, мы друг друга приняли. У нас все, мы как бы срослись, у нас все хорошо. Я с этим человеком буду жить. Первая стадия. Это означает, капля любви появилась в отношениях. Не капля наслаждения друг другом, не капля совместимости, а капля любви. Дальше вторая капля, уважение. Это уже не капля, это уже начинает ручеек течь. Теперь, что значит принятие? Слушайте внимательно. Когда человек выполняет свои обязанности, означает просто из чувства долга. Вот люди этого не знают. Из чувства долга, как, допустим, мы с сестрой говорили, а что, вот просто звонить друг другу, это не лицемерие? Нет, звонить из чувства долга, это первая капля любви. То есть, просто звонишь, говоришь, как дела, все, то есть, задаешь вопрос, открываешь сердце. Так устанавливаются отношения. Из чувства долга жена готовит мужу, выполняет, стирает белье. Но если она это делает для удовлетворения Бога, прежде всего, тогда в этом случае мужу достается больше. Если она делает для мужа, тогда ждать надо от мужа, а муж не всегда сможет отдать. Не доверяйте слишком много друг другу. Не думайте, что мы источники энергии. Вот, допустим, вы готовите пищу, готовьте ее для Бога. Потому что, когда человек для Бога готовит, то Бог наградит вас счастьем обязательно в результате этого приготовления. Вы любой вкладываете в пищу, приготовьте для Бога. Как Он даст вам счастье, вы потом узнаете, узнавать будет сами. Но если вы для Бога приготовили, вы будете счастливы от этой пищи. А если приготовили для мужа, то не факт. Потому что иногда близкий человек вам даст назад благодарность, а иногда забудет, а иногда вообще обнаглеет и будет говорить, это по моей судьбе положено так, чтобы мне так вкусно готовили. Поэтому будьте осторожны. Готовьте для Бога, означает с молитвой. Освещать, пытаетесь пищу, как бы её уже Богу совсем окончательно отдать. А потом вы берёте назад освященную пищу, Бог вам возвращает всё. Не то, что Он всё съест, вам ничего не останется. Он всё возвращает назад. И эта пища, она освобождает человека от всех страданий. Ну а столько, насколько вы её осветили, конечно же. Сколько вложили, столько и получите. Но это гарантия, что в этом случае у вас не будет проблем с принятием. Слушай теперь меня внимательно. Когда человек служит близкому человеку, то в момент служения в виде благодарности из него выходит видение его хороших качеств. «Когда ты видишь, что этот человек хороший, ты потом тебе служить ему легче. А когда ещё лучше видишь, что он хороший, ещё легче служить. А когда ещё лучше видишь, что он хороший, ещё легче служить». И принятие означает, что ты служишь близкому человеку и видишь, что он хороший. Это означает начало любви. Вот теперь слушайте меня внимательно. Я могу привести пример, который вас убедит в этом на 100%. Но этот пример безусловный, то есть это то, что Бог даёт как подарок. Вот когда мать рожает ребёнка, она видит в нём хорошие качества, потому что так хочет Бог, чтобы она заботилась о нём. И когда ребёнок рождается, она испытывает счастье от него, потому что видит в нём душу, в нём видит в нём чистоту, доброту. Вот всё, что у неё есть хорошего, она в этом в нём видит. Это по воле Бога происходит. Не то, что она заслужила это. Нет, просто это такова милость. И потом на всю жизнь, видя хорошие качества своего ребёнка, мать помнит о нём как о том, которого она видела в момент рождения. Она не может этого забыть уже никогда. Она его видит как близкого себе человека, потому что она помнит качество души. Точно так же человек может своим трудом в отношениях приблизиться к другому человеку. Если мы служим по-доброму, с любовью, бескорыстно, понимаете, бескорыстно очень трудно. Потому что женщина, например, всё делает для мужа, но делает корыстно. Она хочет от него назад улыбки, нежности, доброты. Это не бескорыстно. Но если она это для Бога делает, а муж, допустим, не то, что там муж вообще непонятно, нужен мне или не нужен. Понятно, что для мужа так же, но сначала для Бога. Тогда в этом случае эта бескорыстная деятельность рождает возможность видеть хорошее в муже и легче уже ему служить. Как говорит, служить бы рад, прислуживаться тошно. «Служить» означает видеть хорошее в человеке. А хорошее можно увидеть, если ты делаешь для Бога. Замкнутый круг получается. Если живём для себя, хорошее не увидишь. Я не могу этому человеку служить, он мне неприятен. Означает осквернение. Если между вами накапливается плохая, злая сила, значит, тогда вам надо отношения подстраняться друг от друга и очищать отношения в сердце, молиться за отношения, прощать, просить прощения. И потом дальше продолжать эти же отношения. Давайте, мы немножко заговорились, вы устали слушать, давайте, нужна энергия любви, чуть-чуть послушаем. Это нужно для того, чтобы вы расслабились, снялись с напряжения. Об отношениях. Смотрите, один человек отдаёт энергии любви, а другой ещё не может принять. Но при этом он уже благодарен в сердце. Послушайте внимательно. То есть ситуация такая, что человек вообще не хочет принимать, он просто говорит, всё уже разрушено. А один вкладывает силы и говорит, всё равно как бы у нас всё будет хорошо. Вот такая ситуация.